Так вот, не, я буду стоять, потому что у меня уже есть привычка стоять. Спасибо. Значит, я сегодня хочу рассказать о книжке, которая называется «Такое вот кино». Написана она просто бог знает когда. В 2001 году она была опубликована, и вообще в этом есть какое-то безумие рассказывать о книжке, которая была так давно напечатана. Ну, в общем, я даже думаю, что будем считать, что это благородный безумие, скажем так. Она состоит из 12 рецензий на 12 фильмов. И у неё, в общем, есть своя история и своя судьба. И потихонечку я как бы попробую, потихонечку, но быстро я попробую это изложить. Значит, для этого нужно нырнуть в 1977 год. И это уже, я не думаю, что это уже для вас покажется каким-то безуминым. В 1977 году на экраны вышел фильм, который назывался «Неоконченная пьеса для механического пианина». И я думаю, что все вы этот фильм знаете, все вы его смотрели. Я уже в это время, ну, скажем так, я закончила факультет журналистики и довольно много писала и печаталась. Разные вещи. Но я отошла от то, что называется общей журналистики. То о школах, то о танцах, то о плясках, то о полётах на луну. Ну, вот. И, в общем, у меня началась некая специализация, которая заключалась в том, что я стала немножко писать о театре. И довольно много ездила по разным театрам в разные места замечательные. Но с этого момента стала театр любить гораздо меньше. А вот про кино стала писать больше и больше и больше и больше. И, в общем, работала в это время в журнале, который называется «Искусство кино». Это был по тем временам, в общем, наиболее либеральный журнал, скажем так. Там можно было... Там нужны были включительные статьи, которые отражали поступь времени. Но вместе с тем там можно было напечатать много всего другого. В частности, там была такая рубрика, которая называлась «Беседы за рабочим столом». И, в общем, я была как раз человеком-интердюрером, который это делал. И вот в 1977 году, когда вышел фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино», я пришла туда, и мне говорят, ну, в общем, тебе крупно повезло. Ты пойдешь на интервью, возьмешь у коллеги на интервью. И моя редакторша, которая как бы давала мне это задание, она мне сказала, что это... Ты понимаешь, что это такое? Это вот то же самое, что взять интервью у Смоктуновского после того, как он снялся в Гамблите. Вот. Значит, фильм «Неоконченную пьесу» мы видели на просмотре в журнале, а потом фильм вышел на экраны. И пользовался он тогда совершенно необыкновенным успехом. Если вы помните это. Он очень многим нравился. И я должна сказать, что я его люблю до сих пор. Хотя, конечно же, моя оценка его несколько изменила. Ну, несколько изменил. Колягин не был в те времена каким-то сверхзнаменитым актером. Но он был, в общем, высоким профессионалом. Он уже снялся в нескольких Михалковских фильмах «Воробе любви», если вы помните, и в свой «Среди чужих». Он уже сыграл в записках сумасшедшего в Ермоловском театре. И он уже даже сыграл тетку Чирлея. Но большинство его ролей были связаны и направлены в каком-то смысле на раскрытие его внешности. Он был такой, невысокого роста. Очень кругленький, лысенький немножко. И у него были два таких больших голубых глаза. То есть, которые округлялись, в общем, до каких-то необыкновенных размеров. И вот роли эти поддавались ему, то, что мы тогда называли, по росту. В том смысле, что они очень использовали его внешность. И вот вдруг Михалков ему предлагает сняться в фильме в главной роли. И ставит огромное количество условий. И первое из этих условий – похудеть на 20 килограмм. Что Калягин, вообще говоря, успешно делает? Надо сказать, что он все равно, помните Платонова, он все равно остается вполне таким не худеньким, скажем так. Но при этом это Калягин, который сбросил 20 килограмм. Я несколько раз. Это интервью было очень длинным, очень долгим. И много раз мы с ним встречались. И, в общем, я должна сказать, что все последующие годы, до моего отъезда, который был в 80-м году, я, в общем, писала за Калягина, под Калягина и так далее. В общем, так сказать, то, как это было устроено там, в России. Но в интервью он никак не мог не рассказать о том, какие чудеса делал Михалков. Как совершенно по-другому снимался этот фильм. Мосфильмские фильмы обычно снимались очень долго, а тут Михалков поставил жесткие условия. Никто никуда не уезжает, никто не занимается ничем другим. Фильм снимается в течение четырех месяцев, чтобы было редкостью для российского кино. И день начинается очень рано, с больших разминок и так далее. И, в общем, все это было нужно для того, чтобы разыграть Калягиной, для того, чтобы показать вот эту многокульминационную историю развития сюжета. Потому что в сюжете, и у Чехова, между прочим, тоже так, вроде бы уже можно закончить. Уже наступило завершение, и тем не менее вдруг оказывается, что возникает следующая кульминация. А за этим возникает еще следующая кульминация. И потом оказывается, что главный герой совсем не главный герой, а главным героем вдруг оказывается, помните, в самом конце фильма, когда он уже прыгнул с обрыва, когда он уже стоит по коленам в воде, и никакого самоубийства не произошло. И это Сашенька, которая за ним прибежала и рассказала ему о том, что я люблю тебя любого. Вот это вот, так сказать, вдруг произошла смена героя. Но не важно, это, так сказать, всякие другие детали. Их очень, на самом деле, много. Значит, Калягин, конечно же, сам считал, что это одна из лучших его ролей. Ему об этом многие говорили. И я думаю, что в 1977 году и впоследствии, на многие годы вперед, это действительно была одна из лучших его ролей. У меня была, на самом деле, очень смешная история, связанная с моим ребенком, которому он был в то время 4 года. Естественно, я была в жутком ажиотаже, когда все это писала, когда все это происходило. И в какой-то момент мы вышли с ней на улицу, и был какой-то праздник, и кругом висели портреты Брежнева. И она, глядя на эти портреты Брежнева, сказала, «Мама, это что, Калягин?» Вот. Ну, вот это просто в каком-то смысле отражает тот ажиотаж, в котором я, так сказать, я жила, Калягин жила, и, в общем, жило все население, которое в прямом смысле писало кипятком по поводу этого фильма. Все подряд. И я по-прежнему, я от него не отречу. Единственная вещь, которая с ним, с этим фильмом для меня произошла, это те цитаты, которые потом повторяли люди на разных углах, они перестали для меня быть такими магическими, как были в 1977 году. Например, одна магическая вещь, если вы помните, там есть такой монолог, когда Платонов спускается с этой безумной горы, там туман, идет поезд, он думает, как хорошо бы вот в этом поезде ехать, неизвестно куда. И дальше он произносит такую фантастическую фразу. Достаточно один раз в жизни солгать, для того, чтобы потом не выпутаться из сетей лжи. Я на самом деле каждый раз, когда думаю про Михалкова, я думаю о том, как, в общем, художники удивительным образом предсказывают свои собственные слуги. Вот. Значит, Эта работа была в целом удачной, и она, в общем, в каком-то смысле настроила меня на то, что я пишу все больше и больше о кино. Но это был 1977 год, и время как-то двигалось вперед. И так получилось, что в 1980 году мы уехали с моим первым мужем и с моей дочкой. И в 1981 году я начала работать в Брандайзе. Не работать, я сначала поступила в аспирантуру, потом я начала преподавать русский, потом я начала еще что-то делать, там литература у меня была какая-то. И где-то к году 1991-1992, когда в России стали отмывать деньги, и это происходило где-то там с середины 80-х и позже, российское кино стало очень популярным в Америке. И поэтому возникла идея курса об истории советского кино в Брандайзе. Значит, дело в том, что кино я, конечно, российское смотрела и делала для себя разные заметки. Это были как бы такие маленькие заметочки о том, о другом. Я ничего не предполагала с этим делом, я ничего не предполагала это нигде печатать, но тем не менее это была некая для меня абсолютно новая форма, потому что в России я никогда в жизни не писала рецензии. Вся эта книжка состоит из рецензий. Я искренне в свои там 30 лет считала, что мне вообще любая работа покричу, но я думаю, что в те далекие годы писать рецензии я еще не умела. Но, с другой стороны, писать рецензии было очень ну, непросто, потому что всегда была цензура, всегда был некий контроль, и в таких вот беседах, в словах, которые ты, которые рассказывают о неком творческом процессе, о том, как снимался фильм, или чего хочет человек, или какие у него планы, и как это происходит. Это все журналистика, она кино, но она все-таки больше журналистика. Я чувствовала, я проявляла себя гораздо лучше. И вот я начала готовить этот курс. И где-то в 95-м году первый раз я прочитала этот курс по истории советского, российского кино. и оказалось, что я сделала довольно большое количество всяких заметок, и в какой-то момент уже после того, как я прочитала там года 4 подряд и читала эти курсы, я решила привести в порядок эти записи и устроить что-то вот вроде книжки. Вообще, я безумная киноманка. Мы пытались, Леня, вот как раз понять, как вы можете сказать, киноманка, кинолюбка. Но дело в том, что... Кинофобка. Кинофобка. Да. Нет? Кинофилка. Кинофилка. Да, конечно. Но я и кинофобка тоже. Вот. Но при этом в какой-то момент именно с года 2009-2010 меня перестало интересовать российский фильм. Мне стало вдруг страшно скучно его смотреть. Может быть, это связано с тем, что я в это время открыла, начала открывать очень медленно американский фильм. И так получилось, что я стала смотреть в 30-х годах, потом в 40-х, потом в 50-х. И так, перепрыгивая из одного места в другое, я вдруг начала понимать, что имея дело с очень интересным, как говорит, люди с феноменом. И в какой-то момент, рыская по интернету, я попала на кинопоиск. И обнаружила там список лучших фильмов, которые были сделаны за последние 20 лет. фильмы. Когда я начала читать этот список, я ахнула, потому что из этих 12 рецепций, которые есть в моей книжке, как минимум 6, а может быть даже 7, названы в этом списке лучших фильмов. это маленькая вера, с которой я как бы все начинала, и с которой в каком-то смысле началась отчетка. Это мусульмане. Все эти фильмы сейчас легко посмотреть. Конечно, это Утомленный солнцем, и я про него сейчас скажу, про этот фильм. Это фильм Вор, если вы его не смотрели, то непременно посмотрите. Это фильм Хрусталев Машина. Это фильм Брат. Здесь есть еще рецензия на фильм Про Уродовый Людей, который не считается лучшим, но мне он показался чрезвычайно интересным. Был фильм такой Шерли-Мырли, который я раскритиковала, больше раскритиковала, чем порадовалась ему. Но было несколько фильмов, например, фильм Облако Рай. Я смотрели вы его или нет. Если нет, непременно посмотрите. Фильм Кира Муратова «Три истории» и Сокуров «Мать и сын». Кроме этого фильм, который мало кто смотрел. Мне так повезло, я была в Москве, смотрела и он назывался «В той стране». В каком-то смысле я вдруг поняла, что каким-то образом этой книжке оказались рецензии на в общем очень неплохие фильмы, и даже я бы сказала, часть из них очень хорошие, которые самым лучшим образом отражают вот этот процесс кино 90-х годов. А поскольку я люблю старые фильмы и мне кажется, что глядя на старые фильмы можно многое понять про сегодняшние, то в этом смысле даже эта безумная книжка, написанная в 2001 году, изданная в 2001 она в общем в каком-то смысле не потеряла свой смысл. Вот. Теперь я хочу... У меня есть еще время? Или уже нету? Значит, одна из рецензий это рецензия здесь на Михалкова и на неоконченную пьесу на Утомленный солнцем. И я просто прочитаю маленький кусочек для того, чтобы понять, как, в общем, изменились мои ощущения и понятно, что такое Михалков и как все это выглядит сейчас совершенно по-другому. Простите, о каком Михалкове вы говорите? О Никите. Спасибо. О Никите, исключительно о Никите, который вытворяет, в общем... Второй Михалков Кончаловский вырисовывает. Второй Михалков Кончаловский, да. Значит, я хочу прочитать на самом деле один маленький кусочек из этого эфира, поэтому я коротко перескажу начало. Значит, я пишу о том, что фильм Никиты прекрасно приняли и на Западе, и в России, и там объясняю почему, и как, и что. И пишу о том, что Утомленный, как и в других фильмах, Михалкова не изменяет редкое чувство художницы размерности, там вся блестка река, и сияющее солнце, и благодать летнего дня, и так далее, и так далее. Вот. И что он режиссер вольного пластического дара, и опускает фильм в лирическую бездну, это все есть. Но вот теперь это то, что я хочу прочитать. Пожалуй, ни в одном из своих фильмов Никита Михалков не решился столь откровенно манипулировать зрителем, как в утомленных солнцем. Ни в одном с такой прямотой и безапелляционностью не навязывал ему свое видение и жизненные представления. Ни в одном столь открыто не пускался на подтасовку исторических фактов и перерисовку реальности, по сути, занимаясь ревизией истории, истории революции, гражданской войны, первой эмиграции и сталинских репрессий. Главное противостояние фильма и сюжетной философски это противостояние Котова и Мити. В чем же оно? Что их разделяет? Во-первых, происхождение и воспитание. Котов человек из народа. Он до революции был ничем, после нее стал всем. Митя дворянского происхождения, воспитывался в интеллигентской среде, был любимым учеником талантливого и известного музыканта Марусиного отца. Во-вторых, оба, и Котов, и Митя участвовали в гражданской войне. Котов, естественно, в Красной Армии, а Митя в Белой. В-третьих, оба работали в органах, но Митя, как мы постепенно узнаем по ходу фильма, чтобы спасти свою жизнь, а Котов из любви к Родине. В-четвертых, они соперны. Митя – первая любовь Марусин, ее первый мужчина. Котов – любимый муж, отец ее ребенка. И в-пятых, уровень самый глубокий, почти подсознательный. Котов против Мити – это село против ловкости, твердость против артистизма, народность против интеллигентности, новое советское мышление против индивидуалистического. Если бы этого не было, фильм потерял бы конкретность и историческую обоснованность, стал бы еще одним рассуждением на тему верности и вероломства. Мина Халков не просто выстраивает это противостояние и придает ему исторический припуск. Он разрешает этот конфликт и вершит свой суд. Дальше я опять пропущу немножко. Михалковский герой Сергей Котов всем хороший, красивый, силеный, обаятелен, с дивным чувством юмора и матом ругается превосходно. И в общем, он появляется как герой, если вы помните. Там идут танки, учения на поле рыжей или пшениц, я уже не знаю. И вот он в гражданской тельняжке, широкие плечи, могучие посты, свет в глазах, вот он натянул военную тюражку и сразу стал узнаваем всеприбеждающим выражение лица. Комдивом любуются колхозники и бойцы, жена и дочь, режиссер, зрители и он сам. Одним словом, герой. Как появляется в фильме «Митинг». Сначала в загадочном пробеге ранним утром по Московской улице, потом играл в русскую рулетку. На лбу от напряжения капельки пота, бегающие глаза. Что-то неприятное искусство. Потом непонятный подозрительный телефонный разговор с торопко отрезанным «Я согласен». И, наконец, Митя слепой нищий, дующий в пионерской горле. Он идет вместе с пионерским отрядом, никак не попадая в общий шаг. И когда проходит мимо Котовского дома, то на его счастье на заборе висит девочка Надя. Митя с Надей заговаривает, придет какую-то чушь, и она простодушно водит его дом. Потом пробег по длинному коридору, один поворот, другой, и вот, наконец, хорошо знакомый рояль. Митя взмахивает руками и энергично играет. И когда на шум и гам сбегаются все домашние, Митя разоблачает себя, сдирает усы, бороду, очки, шляпу. И тут же его все узнают. Как же, как же, это же Митя, любимый друг семьи, все ведут себя так, как будто они расстались с ним только вчера, и выражают безумную радость и восторг. Тем не менее, в последний раз они верили Митю 10 лет назад. Где он был и что он делал эти 10 лет, никому неизвестно. Все они без сомнения знают, что он участвовал в белом движении и был эмигрант. Ведь в 26 году, когда он появился в этом доме в первый раз, тоже после длительного перерыва, он от них этого не скрывал. Какие вопросы задавали ему эти люди 10 лет назад? И что Митя им отвечал понять трудно. Но то, что в 36 они уже никаких вопросов не задают вполне естественно. Старый профессор с клопоченной головой пытается, правда, что-то спросить, но его тут же затыкают. В 36 было не до вопросов. Иммигрант, враг, предатель хуже, чем убийца. В 36 все они, так радостно приветствовавшие Митю, скорее всего, должны были оцепенеть при встрече, потом недолго посидеть, раз уже наборовался ползущего, ползущего, сковывающего страха, сначала веселое чаепитие, потом купание в реке, потом танцы. Появление Мити в доме Котова один из самых психологически фальшивых эпизодов фильма. Михалкову, конечно, нужно показать, какие дундуки, хоть и обаятельные эти бывшие, но ничего, ничего не понимают, живут в себе в сталинские времена, как при царе огородки. И ему очень легко с ноцедическим привкусом это удается. Не менее блестяще получилось и другое. Чтобы вот так неподдельно весело и естественно войти в дом, Мите нужно быть гениальным актером и одновременно ответным подлицом. Нелицо и веселость, и неподдельность, и подлость, ведь заходит он за Мите в любимый дом, в котором десять лет назад оставил любимую женщину. Маруся долго ждала, потом пыталась неудачно покончить с собой, потом еще ждала. А потом вышла замуж за героя революции. Поскольку Митяй не только белогвардеец и мигрант, он еще и агент, работник всесильных органов. Ну и так далее. То есть, короче говоря, в общем, я пытаюсь как бы в этом фильме, в этой рецензии разобраться сом, чего я, в общем-то, неясно понимала, когда любила, восхищалась Михалковым в неоконченной пьесе. Еще раз, я ни в коем мере не отказываюсь от этого фильма. Человек, он талантливый. Но все, что он творит последние бесконечные десятилетия, конечно, в каком-то смысле не лезет ни в какие-то ворота. Здесь об этом все. Вопросы какие-то, да? Да, у меня есть вопрос. Что ли, почему вы хорошо знаете Михалкова? Что вы можете сказать о Михаиле Михалкове 22-го года рождения родном брате Сергея Михалкова? Вы знаете, во-первых, я не так хорошо знаю семью Михалкова. Начнем с этого. Я никогда, я много очень писала о Калягине. Я была знакома с его женой, которая тоже снималась в этом фильме. Михалкова, как ни странно, мне хотелось в какой-то момент сделать с ним интервью, но что-то меня удержало. О семье Михалкова я знаю о матери, естественно, все знают о его папе, естественно, все знают что-то о брате, но о его Михаиле я, к сожалению, ничего не знаю. дочки его обе очень известны, и о них я тоже знаю, но про Михаила ничего не знаю, так что расскажите. Ну, если верить современным данным, Михаил не знаю, что «Он не знаю».